МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожарно-спасательный центр одна из ведущих городских структур по обеспечению комплексной безопасности жителей Москвы. На сегодняшний день в центре 31 реагирующее подразделение, из которых 19 пожарно-спасательных и 8 аварийно-спасательных отрядов, отряд по тушению пожаров на водных объектах, аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды и отряд инженерной техники. В пожарно-спасательном центре работают свыше 2,5 тысяч высококвалифицированных профессионалов, которые круглосуточно стоят на страже безопасности москвичей. Сегодня пожарно-спасательный центр Москвы по праву считается одним из лучших профессиональных аварийно-спасательных формирований страны. Вот уже почти 10 лет, как пожарно-спасательный центр вписан в историю безопасности столицы нашей страны – Москвы. За этот период центр подтвердил статус сильнейшей структуры по обеспечению комплексной безопасности. Стихийные бедствия, взрывы, техногенные катастрофы, аварии, пожары без исключения на всех крупных чрезвычайных ситуациях работали сотрудники пожарно-спасательного центра. Ежегодно повышается профессионализм сотрудников центра. Благодаря поддержке правительства Москвы на сегодняшний день подразделения укомплектованы новейшей пожарно-спасательной техникой. Все это позволяет сокращать время прибытия подразделений на место происшествия и ликвидировать чрезвычайные ситуации в кратчайшие сроки. Прошедший год был непростым. К сожалению, 2017-й вписал в хронику столицы новые трагедии. 6 февраля 2017 года в ходе тушения пожара погиб Петр Станкевич, спасатель первого класса пожарно-спасательного центра. Для центра смерть Петра стала огромной потерей. Ушел герой. Пожар произошел на Шипиловской улице в квартире на четвертом этаже жилого дома. Пожарно-спасательным подразделениям удалось спасти 6 человек, двое из которых дети. К сожалению, спасая жизни людей, погиб Петр Станкевич. За совершенный подвиг Петр Станкевич награжден Орденом Мужества посмертно. Субтитры создавал DimaTorzok Участие работников пожарно-спасательного центра в ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций лишь одна сторона медали. Пожарные спасатели центра ежедневно отрабатывали более 100 выездов в сутки. За 2017 год подразделениями пожарно-спасательного центра было совершено свыше 36 тысяч выездов, около 7 тысяч из которых на пожары и почти тысяча выездов на дорожно-транспортные происшествия. За 12 прошедших месяцев работниками пожарно-спасательного центра было спасено 339 человек. Высоких результатов работы удается достичь благодаря поддержке правительства Москвы. В 2017 году автопарк пожарно-спасательного центра пополнился образцами современной пожарно-спасательной техники. На особым контроле в пожарно-спасательном центре стоит вопрос открытия новых подразделений. В течение 2017 года шла работа по подготовке к вводу в эксплуатацию новых пожарно-спасательных отрядов и пожарных депо. В частности, к началу 2018 года был подготовлен к выходу на боевое дежурство пожарно-спасательный отряд номер 215. Главной ценностью пожарно-спасательного центра Москвы являются кадры. Высококвалифицированные профессионалы, гордость центра. В 2017 году работники центра победили в конкурсах название «Лучший пожарный и лучший спасатель» в региональном этапе Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». 29 декабря 2017 года в мэрии Москвы Сергей Собянин отметил работников пожарно-спасательного центра почетными грамотами и званиями. В течение года сборными командами пожарно-спасательного центра были одержаны победы в соревнованиях и турнирах различного уровня. Призовое место наша команда взяла в открытом чемпионате города Москвы по боевому развертыванию. В 2017-м команда центра стала призером международных соревнований среди подразделений газодымозащитной службы на приз имени Дегтярева. Уже не первый год сборные команды по разным видам спорта пожарно-спасательного центра занимают первое место в ежегодной спартакиаде Главного управления МЧС России по городу Москве и Департамента по делам ГОЧС и ПБ города Москвы. Все это стало возможным благодаря организованной на высоком уровне профессиональной подготовке сотрудников центра. При постоянном контроле руководства и должностных лиц Департамента ГОЧС и ПБ города Москвы регулярно проходят плановые тренировки, аттестации и проверки работников. Особое место в вопросе профподготовки занимают организованные в центре соревнования по различным видам спорта, которые не только играют ключевую роль в вопросе поддержания хорошей физической формы, но и присваивают пожарным и спасателям культуру здорового образа жизни. Работа с населением – отдельная составляющая деятельности центра. В течение 2017 года проходило множество мероприятий, направленных на обучение жителей и гостей столицы правилам поведения в чрезвычайных ситуациях и правилам пожарной безопасности. Открытые уроки в начальных классах школ, флешмобы, популярные среди молодежи, мастер-классы в парках Москвы, разнонаправленность образовательных мероприятий позволила охватить огромную часть населения столицы и тем самым сделать огромный шаг на пути к развитию культуры безопасности среди населения. Вот уже почти 10 лет пожарно-спасательный центр стоит на страже безопасности жителей столицы. За этот период сделан огромный шаг на пути развития центра, а впереди еще более амбициозные планы. В задачах на предстоящий год обеспечить некомплексные безопасности москвичей, в частности, на таких значимых мероприятиях, как выборы президента Российской Федерации и мэра Москвы. В 2018-м нас ждет исторически важное для нашей страны событие – чемпионат мира по футболу, безопасность проведения которого будут обеспечивать также и работники пожарно-спасательного центра. На всех значимых событиях пожарно-спасательный центр с москвичами ежедневно на страже безопасности жителей и гостей столицы. Субтитры создавал DimaTorzok